Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас вам расскажу, как можно выполнить тугую резинку на одной фантуре, потому что многие владельцы однофантурных машин сталкиваются с проблемой вязания резинки. Как мы вяжем резинку? Вяжем полотно, распускаем петельный столбик и поднимаем петли вручную. Ловим петлю и поднимаем. Надеваем петлю на иглу. Это традиционный, стандартный подход по созданию резинки на одной фантуре. И получаем совершенно жидкую, некрасивую резинку, которая ничего не держит. Сейчас я вам покажу, как на одной фантуре можно сделать тугую резинку. Начинаем мы точно так же, как при традиционном способе. Вывязываем полотно, которое будем поднимать руками. Затем исключением, что на том месте, где мы будем поднимать лицевую дорожку, мы оставляем петлю в заднем нерабочем положении. У нас получается дорожка из протяжек. И вот эти протяжки мы с вами уже и поднимаем. Происходит это все гораздо быстрее, чем при распускании полотна, потому что нам ничего не нужно распускать. И посмотрите, какая тугая петля у меня в итоге получается. Закончили вязание резинки. Получила петлю, надела ее на иглу. И дальше я буду вязать полотно, которое отлично будет стянуто. Посмотрите, какая тугая, плотная резинка получается при таком способе исполнения. И край у нее практически профессиональный. Если вам было полезно это видео, оно вам понравилось, пожалуйста, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Обязательно приходите по вторникам и четвергам на наши бесплатные вязальные посиделки. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительную массовую и абсолютно любую вязальную машину с нуля. Ваша Наталья Некрасова.